Закон налоги права Как отличить информационную вывеску от наружной рекламы? Вопрос, который часто задают начинающие предприниматели. Хорошо, если место расположения вашего офиса не нуждается в пояснениях, но такая привилегия, как правило, влетает в копеечку. Намного чаще начинать приходится с цокольных этажей, полуподвалов и пассажей, искать в которых вашу контору никому и в голову не придет. В таких случаях может выручить вывеска-указатель. И все бы ничего, но через какое-то время приходят представители власти, и совсем не на выручку, а за оплатой штрафов, и заставляют доказывать, что это все-таки вывеска, а не внешняя реклама. Разберемся, как отстоять свое право быть найденным потенциальным клиентом. Для начала рассмотрим нормативную базу. Почему у предпринимателя возникают подобные сложности? Потому что разобраться, что является вывеской, а что наружной рекламой, действительно нелегко. С одной стороны, согласно первой статье закона Украины о рекламе, вывеска по месту нахождения субъекта хозяйствования подпадает под определение наружной рекламы, как и всякая реклама, которая размещается на специальных временных или стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, а также на внешних поверхностях зданий, сооружений, элементах уличного оборудования над приезжей частью улицы дорог. С другой стороны, пункт 7 статьи 8 этого же закона говорит, что размещение информации о производителе товара или самом товаре в местах его реализации, в том числе на элементах оборудования, при оформлении места торговли, а также непосредственно на самом товаре и его упаковке, рекламой не считается. Напротив, согласно части 3 статьи 17 закона Украины о защите прав потребителей, продавец обязан предоставить потребителю достоверную и полную информацию о наименовании, принадлежности и режиме работы своего предприятия. В то же время, из писем разъяснения Госкомпредпринимательства от 31 мая 2005 года, номер 4186 и других, явственно следует, если на фасаде здания или на занимаемом субъектом хозяйственное помещение размещена вывеска с одним лишним именованием, это не может считаться наружной рекламой, и регулируется подобная ситуация согласно пункту 7 статьи 8 закона о рекламе. При этом важно, чтобы такая вывеска не содержала призывов к приобретению товара или услуги или другой информации, предназначенной сформировать или поддержать осведомленность потребителей и их интерес, только в этом случае ее размещение не требует получения разрешения. Размещение уличной вывески с наименованием, адресом, расстоянием и другими сведениями свидетельствуют о фактическом месторасположении предприятия. С этим вроде бы никто не спорит, но доказывать заставляют. Почему? Потому что если на вывеске, скажем, кроме названия адреса и времени работы и логотипа указываются любые качества реализуемой услуги, то это уже наружная реклама. То есть вывеска фотокурсов «Спеши творить» — это просто вывеска до тех пор, пока спеши творить название курсов. Но стоит дописать на ней, что это авторский курс фотографий Васи Пупкина, как возникает вопрос о наружной рекламе. Если в документах учреждения называется «Авторский курс фотографий Васи Пупкина «Спеши творить», беспокоиться не о чем. Но если спеши творить не более чем жизненное кредо Васи Пупкина, речь уже об информации, призванной поддержать интерес потребителя, которой на вывеске делать нечего, в отличие от объекта наружной рекламы. Время работы. Инициатива же украсить вывеску альтернативной информацией низ того списка неизменно приводит к оплате за наружную рекламу. Что до места размещения вывески, то внутри помещения вы можете поместить ее в любом месте. Но снаружи, будьте любезны, сделайте это на наружной поверхности здания, не выше первого этажа. Однако, если речь идет о торговом или офисном центре, в котором ваше помещение расположено, выше первого этажа, вывеску можно разместить на этаже, на котором находится собственное или предоставленное в пользование лицу помещение, но только у входа в такое помещение. Закон Украины о рекламе не устанавливает никаких требований к тому, как информация должна быть предоставлена на вывеске. Местные органы власти не имеют права устанавливать никаких дополнительных ограничений в отношении расцветки формы угла наклона шрифта вывески. Правда, вывеска, расположенная близко к дороге, не должна препятствовать или затруднять движение транспортных средств. Но является ли такой указатель вывеской? Вопрос отдельный. Крупные города давно уже не стесняются подмигивать потребителями люминесцентными вывесками будиков с непонятными неславянскими названиями. И если украинские, русские и даже английские названия еще можно как-то понять, то скандинавские и прибалтийские торговые сети нередко подвергают наших соотечественников в культурный шок наличием неизвестных латиниц и букв с двумя точечками или черточками. Но если из всего перечня информации, которую можно поместить на вывеске, нам прилагается товарный знак согласно статье 6 закона Украины о рекламе, переводить его не придется. Напомним, что знаки для товаров и услуг приводятся в рекламе в том виде, в котором им предоставлена правовая охрана в Украине. А поскольку зарегистрированы они могут быть и без перевода на украинский язык, то вот там обилие нечитабельных букв просто зашкаливает. В любом случае, чтобы избежать проверок со стороны органов власти, лучше все же написать возле оригинального названия его украинскую транслитерацию. Информация на правах рекламы. Компания Arcade Grand уже 8 лет предоставляет весь спектр юридических и бухгалтерских услуг гражданам и бизнесу. При этом работает по ценам 2013 года. Специалисты компании Arcade Grand предлагают вам идти в ногу со временем и требованиями законодательства. Если же вы решили перевести свой бизнес в спящий режим, наши специалисты помогут вам не пропустить сроки сдачи, а значит не получить штрафы, не пропустить изменения в формах и новые отчеты. Компанией Arcade Grand разработано антикризисное предложение. Услуга нулевой отчетности всего от 150 гривен в месяц. Больше информации вы сможете найти на сайте компании arcade.ot.ua. Приглашаем вас также посетить недорогие, но очень эффективные семинары и тренинги, проводимые клубом юридической и финансовой грамотности Arcade Grand. В ближайшие дни запланированы семинар по кадрам или как не платить штрафы 36 тысяч и более, семинар о проверках, что нужно знать при встрече с проверяющими органами, тренинг по личным финансам и бизнес-игра «Денежный поток». Тренируем чутье на деньги. Запись по телефону 73-73-008. Смотрите подробную информацию о торговой марке Arcade Grand, об услугах и семинарах на сайте www.arcade.ot.ua. Представляем вашему вниманию наш новый проект «Искусство итальянской кухни» от Франческо. Учитесь готовить по-итальянски у итальянца. Смотрите новый проект на сайте www.italia.sarafan.od.ua. Материалы для программы «Закон налоги права» как всегда подготовили специалисты компании Arcade Grand. Также специалисты компании предоставляют весь спектр бухгалтерских услуг от консультации до полного ведения бухгалтерского обслуживания как предприятий, так и предпринимателей. Также компания предоставляет полный спектр юридических и бухгалтерских услуг от консультаций до полного ведения и сопровождения. Приходите на индивидуальную консультацию по юридическим вопросам в Arcade Grand. Запись по телефону 73-73-008. Предыдущие выпуски программы смотрите на сайте arcade.net.ua. С вами была Фарника Ирина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»